Быть или не быть рентгену в Курбе. Местные жители озабочены качеством предоставляемой медицинской помощи и удивлены, почему в амбулатории села есть рентгеновское оборудование, а исследования не проводят. После того, как последний рентгенолог ушел на пенсию, просвечивать население стало некому. А теперь сам аппарат хотят списать по старости в утиль. Пациенты и персонал больницы против, а в облздраве ситуацию видят в ином свете. Марина Смарагдова выслушала мнение сторон. Аппарат для снимков зубов. И тот, и другой в рабочем состоянии. А здесь главная рентгеновская установка, где делают снимки. Когда-то мы делали здесь эскопии. Доктор Шубин не помнит такого времени, чтобы в их сельской амбулатории не было рентгена. Это с 1993 года. Его привезли сюда из какой-то больницы. Не выправлены лицензии, они получены на рентгеновский кабинет, так как необходимо восстановить систему заземления, контуры. Это определенно требует, видимо, финансовых средств. Возможно, еще заключением желательно главного рентгенолога области, специалиста, чтобы он, может, выехал, посмотрел своими глазами. Аппараты так, на наш взгляд, в рабочем состоянии. В документах Минздрава прописано, какое оборудование полагается сельским стационарам и поликлиникам. При таком числе жителей, как в Курбе, рентген не положен. Даже снимки легких, потому что кто-то, ну, осмой болеет. К пульмонологу на прием тоже надо со снимком легких ехать. А где снимок делать? В Карабихе. В Карабихе очередь. Записываться за месяц, либо платно. Но не у каждого есть возможность платить деньги. Территория большая, населения много, поэтому и дети нуждаются, и взрослые нуждаются, и стереки не нуждаются. Без рентгена нам тоже нельзя. Понимаете? А тем более деревню. С деревни надо до сюда, ну, до сюда-то ладно. У доктора побыл, там снимок назначает. Надо ехать или в Карабих, или в Ярославль. А в Ярославле там, значит, очереди. Человеку приходится там терять очень большое количество времени. В департаменте здравоохранения Курбскому рентгену диагноз давно поставлен и неутешительный. Этот аппарат не работает с 2010 года. Сам аппарат 1993 года выпуска. Он выработал весь свой ресурс. Причем все основные составляющие этого аппарата, они не работают и не ремонтно пригонны. Поэтому восстановлению он не подлежит. Такой диагноз звучит как приговор. Не положено. Рентген, металлолом, а больные, пожалуйте, в соседнее село. Оптимизация. Марина Смарагдова, Александр Рябков.